Интересно, это прикольно, в данном случае для молодого поколения, в это можно поиграть самому. То есть, если, допустим, стать футболистом уровня Рональда или Месси, это серьезная работа, не каждому под силу, люди это понимают, то выйти на сцену нашего гранд-финала сегодня в Варшаве, в общем-то, под силу любому мальчишке через год-другой тренировок. И еще очень много неизвестного, неоткрытого в этом e-спорте имеется, и мы, ровно как и другие компании, работаем, чтобы найти эти новые какие-то подходы. Киберспорт идет в интернет, это уже сегодня, киберспорт идет на большой телевизор, это уже случается тоже. Это замечательно, что еще можно сказать? Вы поймите, сейчас, даже несмотря на то, что, ну понятно, все игры в той или иной степени друг к другу конкуренты, правильно? Но именно вот это вот киберспортивное движение, оно всем на руку. То есть, интерес к киберспорту как таковому повышается, спонсоры начинают понимать, что там зрители, там рекламный потенциал. Ну и просто простые люди, там, жены, бабушки уже понимают, что вот внучек не просто сидит и по клавиатуре стучит, а у него, да, может произойти в жизни счастье, он вернется домой, например, с нашего финала, там, с несколькими десятками тысяч чеком. Ну, скорее всего, дело в том, что мы удачно выбрали нишу изначально, еще до киберспорта, просто игра World of Tanks, мир танков, это игра для людей, ну, для мужчин, мы понимаем, в основном постарше. То есть, это уже семейные люди, у них есть работа, у них не так много времени, ну, есть лишняя, там, десятка долларов в кармане, чтобы потратить на любимую игру. Естественно, возраст уже не позволяет обладать реакцией на уровне 15-летнего подростка, плюс сама тематика, то есть, это Вторая мировая война, это военная техника, реалистичная, исторически достоверная. Сама картинка тоже фотореалистична, то есть, ну, практически, когда ты играешь, ну, если на хорошем компьютере, то это военный фильм Стивена Спилберга или, там, Джорджа Лукаса. И все это вот в таком пакете, вкупе, ну, создает вот такую привлекательность как раз, да, для вот этой аудитории, которая не охвачена League of Legends. Я здесь с вами соглашусь, действительно, игра изначально не задумывалась как киберспортивная дисциплина, просто она, ну, благодаря тому, что мы вот выбрали эту, сделали упорно историческую, справедливый, исторический реализм фотореалистичность картинки, зашла вот в эту вот аудиторию, но все-таки тинейджерам, школьникам никто в нее играть не запрещает, и они играют, они играют хорошо. Когда мы поняли, что людям это надо, то есть, на самом деле, люди начали организовываться в кланы, участвовать в клановых войнах, ну, это такой, типа, мета-геймплей, требовать турниров, что, ну, естественно, и все это приобрело массовый характер, ну, тогда мы поняли, что у нас просто нет другого выбора, кроме как, ну, передать всему этому организованную форму, что есть киберспорт. И, действительно, за последние пару лет до этого, до нашего вхождения в киберспорт, игра была просто интересной игрой, вот, для мужчины постарше вечерком дома, там, часик-другой погонять. То сейчас правила, баланс, карты мы постоянно меняем, то есть, после каждого соревнования, после каждого такого финала мы смотрим, что было хорошо, что плохо, там, формат состязания и так далее, и, ну, какие-то изменения постоянно производим. Например, сейчас, вот, этот гранд-финал проводится на танках десятого уровня, до этого были, в основном, там, седьмые, восьмые. Ну, на самом деле, наш основной игрок, вот, который дома, он играет на десятках, вот. Плюс еще здесь следует понимать, что это не какое-то локальное, это не какое-то локальное явление, мир танков, ну, и некоторые другие популярные киберспортивные игры, это глобальное, то есть, сегодня у нас на сцене были представлены команды из бывшего Советского Союза, есть и сербы, есть поляки, американцы, значит, команда из Азии, и в первый раз на сцену зашла команда из Бразилии, за которую я, честно говоря, болею. Сейчас мы выбрали, вот, в последнем, условно говоря, полгода, для развития World of Tanks мы избрали концепцию «путь игрока», такой «до» по-японски, «путь». То есть, если раньше танки можно было рассматривать просто как какую-то совокупность основной игры, плюс каких-то экспериментов и иногда даже заплаток, да, ну, которые, некоторые из которых выстрелили, некоторые из которых оказались неудачными. Сейчас пришло время посмотреть на все вот это вот разнообразие вариантов внутри игры и собрать это в одну концепцию. Это и есть наш путь игрока. То есть, мы должны очень хорошо продумать и поддержать геймплейными игровыми элементами внутри самого продукта и сервисом, который мы вокруг него разворачиваем. Вот, если упрощенно, вот игрок в первый раз увидел баннер, кликнул, скачал себе игру, начал играть. Он играет соло, он одиночка. Потом ему хочется чего-то больше. Он понимает, что координация, например, среднего танка, там, артиллерии, там, тяжелого танка и противотанкового орудия, это полезно, это повышает шансы на победу. Создаются взводы, ну, там, с родственниками, с друзьями. У нас есть уже бои 3 на 3. То есть, ты уже хочешь состязаться, но пока у тебя еще нету 14 друзей, которые в танках сидят, вот, можешь сыграть 3 на 3. Потом есть режим 7 на 7. Всевозможные ранговые бои, ну, и прочее. Детали тут можно перечислять практически бесконечно, но мы сейчас упорядочим, некоторые вещи отметаем, некоторые вещи приводим в какой-то единый вид с тем, чтобы этот путь игрока от соло до очень-очень, такого соревновательного вот и спорта, который мы сегодня наблюдаем в Варшаве, был понятным. И игрок с легкостью мог определить для себя вот уровень соревновательности, на который он вот на данный момент готов подписаться. То есть, он может остановиться, например, на битвах 3 на 3 или на ранговых боях 7 на 7 и, в принципе, там получать, ну, да, действительно, какие-то игровые награды, медальки, может быть, золото там и прочее. Это, ну, это кропотливая работа, там очень много матчасти, и специально обученные люди изучают, смотрят статистику и выдвигают предложения, ну, и, соответственно, разработчики реализовывают. Ну, в нашей индустрии, как говорится, никогда не говори никогда, но сейчас мы очень четко сконцентрированы, вот в 2016 году, на мир танков. То есть, мы выпустили за 5,5 лет больше 60 обновлений. И так получилось, что не все из них были успешными. И мы очень быстро и очень четко услышали от наших игроков, устами самих же игроков на форумах, видеоблогеров, что надо бы повнимательнее за танками смотреть и не допускать ошибок. Игроки оказались правы, и сейчас мы бросили наши лучшие силы для того, чтобы больше в танках проблем не происходило, а обновления все были только качественными и полновесными. Также у нас есть World of Warships, тоже проект, который был запущен прошлой осенью, его надо выводить на орбиту. Значит, мы вышли на консоли, то есть это Xbox One, это PlayStation 4. Мы также вторглись в мобильное направление, это World of Tanks Blitz. И это тоже, по сути, отдельная игровая индустрия, она тоже будет очень быстро расти, там тоже будет киберспорт. То есть у нас сейчас очень-очень много проектов, уже запущенных, которым надо уделять внимание, и этому мы посвятим 16-й год до конца. Ну здесь можно так сказать, понимаете, мы должны буквально каждый день, каждый патч переизобретать велосипед. То есть игра, когда она вот вышла в первый год оперирования, ну она была идеальная, это была новинка, все в нее играли, ничего похожего не было. Сейчас, уже по прошествии пяти лет, те люди, которые вот эти вот пять, а некоторые даже шесть, если брать тестовые периоды, играют, естественно, что-то уже приелось, что-то уже такое однообразное, поэтому мы должны постоянно придумывать что-то новое. Рубикон, это предполагалось отдельный игровой режим, ну там еще с некоторыми, в кавычках, наворотами, это и была такая инициатива, это было, как только ты делаешь что-то новое, ты всегда рискуешь, это шоу-бизнес. Так бывает в кино, так бывает в музыкальном бизнесе, в телесериалах, то есть только сколько, «Симпсоны» 27 сезонов держатся, там «Фэмили Гай» 15-20 где-то, это очень мало сериалов, я для примера привожу, которые переваливают за десятку, то есть вот раз-раз, первый-второй сезон и закрывается. Почему? Не нравится зрителю, поэтому рисковать приходится. То есть мы поняли, что игрокам, на тестовых серверах, мы поняли, что игрокам не совсем понравилось, ну не то, что они ожидали, вот этот Рубикон, поэтому можно было делать хорошую мину при плохой игре, а можно было делать то, что мы сделали, просто честно выйти, встать перед камерами и сказать, да, случилась неудача, мы очень об этом сожалеем, бросим лучшие силы для того, чтобы это исправить и больше не повторялось. И как раз после этого я лично немножко спустился там из большого кожаного кресла, в кавычках, и возглавил продуктовую группу именно по танкам, то есть я возвратился в танки, справедливости ради, надо ответить, что какое-то количество лет я все-таки вот по миру, вот новые студии, новые проекты, новые регионы, а про танки вот нельзя забывать, я сейчас очень активно участвую в работе над продолжением танков. Мне, конечно, очень лестно и приятно, что специалисты оценили компанию, которая живую душу, вот в такую огромную сумму, а на самом деле самый главный для нас показатель это количество наших игроков, и желательно, чтобы они были счастливые. То есть сейчас у нас примерно 150 миллионов регистраций по всему миру, я вам так скажу, это не маркетинговый слоган, и не для красного словца. Вот если мы продолжим делать рубиконы неудачные, или забудем про игрока, то все наше благосостояние улетучится за очень короткий срок, ровно как и обратное. То есть если мы все-таки найдем в себе силы и продолжим удивлять игроков новыми вкусностями, игровой термин такой, то у нас все будет еще и лучше, и Bloomberg еще нас оценит еще выше. То есть здесь очень простая формула в такого рода играх. Если у тебя есть счастливые игроки, и ты продолжаешь их радовать на протяжении месяцев и долгих лет, тогда в финансовом плане у тебя все хорошо. Это, конечно, в жизни каждого разработчика игр, вот тот момент, когда твою игру начинают копировать, это всегда счастье. Значит, ты что-то сделал так, как надо. Но я все-таки возвращусь к нашим игрокам. Это показала и наша история, это показала историю и других игр. У нас есть наши игроки, мы их знаем, они нас знают, они нас любят, мы их тоже стараемся любить. Вот если мы будем продолжать их любить и радовать, тогда нам не о чем беспокоиться. Почему? Хороший вопрос. Естественно, исторический фактор здесь сыграл. Во-первых, мы немножечко раньше вышли в страны бывшего Советского Союза. Опять-таки мы понимаем, что Вторая мировая война, танки, Т-34, это вся тема близка сердцу русского человека. И есть дополнительный стимул вкладывать усилия конкретно в игру про танки. Без этого никуда. Но с другой стороны, мы поэтому и устраиваемся, финалы, это как любой спорт. Вот кто победит в следующем Кубке мира по футболу? Мы не знаем. Поэтому несколько миллиардов человек будут с удовольствием, затаив дыхание, смотреть финальный матч, правильно? То есть одно время французы, потом розильцы, вот немцы. В этом и прелесть спорта. То есть тот факт, что кто-то берет кубок два года подряд, например, французы в свое время, не означает, что они в третий раз его возьмут. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok